ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Подробности старта продаж Xbox One в России. Еще мы перечислим главные новинки следующей недели. Вспомним выпущенную 10 лет назад стратегию Warhammer 40 000 Dawn of War и пройдемся по наиболее интересным записям в блогах наших пользователей. И это далеко не все. Начинаем! На этой неделе Rockstar, как и договорится, расставила все точки над «и». Компания назвала точную дату выхода Grand Theft Auto V на PC, PlayStation 4 и Xbox One. На новых консолях игра выйдет 18 ноября этого года. А вот с PC прямо какая-то беда. Версия для персональных компьютеров появится только в следующем году, 27 января. Прошлую пятницу Rockstar опубликовала на страницах официального блога ответ тем пользователям, которые недоумевают по поводу переноса релиза PC-версии игры. Ответ был предсказуем, даже очень. Rockstar заявила, что нас с нетерпением ждет того момента, когда GTA V выйдет на персональных компьютерах. Но! Разработчикам нужно дополнительное время для того, чтобы сделать игру отполированной настолько, насколько это возможно. Короче говоря, причина переноса стандартна. И еще мы узнали, что помимо заявленных визуальных и технических улучшений, версии игры для новой консоли и PC предложат и другие новинки. Это дополнительное оружие и автомобили, новая фауна, более плотный дорожный трафик, новая система обработки листвы, улучшенная система повреждений и погоды, а также многое другое. В игре также будет представлен расширенный выбор радиостанций, сотни новых песен и свежими миксами от полюбившихся диджеев. Игроки, сделавшие предзаказ, получат 1 миллион игровой валюты, по 500 тысяч для компании и GTA Online. Новый контент ожидает и владельцев версии игры для предыдущего поколения. Новость об относительно нескором релизе PC-версии определенно не понравилась тем, кто с таким нетерпением ждал ее уже этой осенью. Давайте посмотрим, как на это отреагировали наши пользователи. Консоль вам в затроке, не буду я покупать ее! Только за 100 рублей на распродаже через год пусть торрент поможет нам! Пишет Димчик126. Ха-ха-ха! Вот он настоящий резистанс! Сначала торрент, потом распродажа. Об этом же пишет и пользователь под ником LogitechRP2. Но! Как же PC, твари! Я собирался в этом году играть в этом, не следующем! Качну с торрента, куплю на распродаже. Спасибо, Rockstar! Разочаровали! Пользователь Rockman и вовсе пророчит Rockstar гибель. Просто с торрента стяну и не буду голову морочить. Не такая уж и игра, чтобы ссаться и трястись за ней. А то Rockstar себя такими цацами возомнили. Погубит это их когда-то. Хотел взять лицуху, даже деньги на стиме отложил. Теперь пускай сосут лапу. Только Torrent Edition. Потрачу лучше деньги на игру от компании, которая не срет в душу ПК-геймерам. Strider. Сволочи рокстаровские. Просто сволочи. Monk70. Мне 33 года. И я с недавних пор онли пекарь. И сегодня я впервые узнал, как бомбит пукан. Джек. В общем, как правильно заметил пользователь Lookaway, стена плача переехала из Иерусалима на ПГ. Не надо плакать. Просто подождите еще чуть-чуть. Четыре месяца. Даже не полгода, правда? Корпорация Microsoft подтвердила, что покупает компанию Маджанг, создатели популярного сэндбокса Майнкрафт. Несмотря на сделку, Маджанг продолжит поддержку своих проектов для PlayStation и Android. Сооснователи компании, однако, покинут ее стены. Как, например, Маркус Персон. На своем официальном сайте сотрудники Маджанг постарались объяснить причины ухода идейного наставника. Как говорится в заявлении, в последние годы Маркус Персон не раз предпринимал попытки начать работу над проектами поменьше. Но давление, которое на него оказывала поддержка Майнкрафт, стало невыносимым. Единственным решением стала продажа Маджанг. Впрочем, сотрудники Маджанг обещают, что создатели Майнкрафт продолжат создавать клевые штуки. Но будем ждать клевых штук, да. Финансовое положение Sony далеко от идеала, причем начались проблемы компании уже сравнительно давно. Судя по опубликованному на этой неделе отчету, за прошедший финансовый год Sony учетверила прогнозные показатели по потерям. Reuters сообщает, что Sony пересмотрела ожидаемые потери в сторону увеличения с 50 до 230 миллиардов йен, то есть до двух с лишним миллиардов долларов. Тяжелее всего на рынке приходится мобильному подразделению Sony. Компания отмечает, что причиной обесценивания является снижение деловой репутации в мобильном сегменте связи. Любопытно будет увидеть, отразятся ли такие крупные потери на подразделении PlayStation. В эти выходные, 30 лет спустя после выхода оригинала, состоится релиз ремейка классического космического симулятора Elite. Что самое замечательное, игра будет абсолютно бесплатной. Релиз Elite The New Kind получил благословение самого Яна Белла, оригинального дизайнера и программиста, который работал над Elite совместно с Дэвидом Брэбином. По словам Белла, ремейк получился лучше оригинального релиза для PC, поскольку приближен к версиям игры для BBC Micro и NES. По его словам, программист Кристиан Пиндер проделал потрясающую работу по восстановлению геймплейных ощущений Elite. Игра определенно вызовет теплые воспоминания у тех, кто был знаком с первой версией, а также поможет новым игрокам понять, почему Elite является такой значимой в истории компьютерных игр. В то время как крупнобюджетный ремейк Elite Dangerous успешно собрал с фанатов миллионы на разработку, Беллу было важно, чтобы классическая Elite была бесплатной и доступной для всех. Он уверен, что сейчас настали те времена, когда люди чаще задумываются о любимых играх своего прошлого. Первая попытка выпустить Elite The New Kind состоялась в 2002 году, однако оказалась неудачной из-за споров по поводу авторских прав. Теперь игра будет доступной всем желающим, начиная с 20 сентября. На этой неделе были объявлены подробности старта продаж Xbox One в России. Если вы собираетесь купить новую консоль от Microsoft, слушайте и запоминайте, ранний старт продаж Xbox One состоится 25 сентября в магазине M-Video в торговом центре Неглинная Плаза. Помимо, собственно говоря, покупки консоли, посетители смогут наблюдать за мероприятием под названием One Party, поиграть в FIFA 15, Forza Motorsport 5, Kinect Sport Rivals и Dance Central Spotlights. Еще организаторы обещают конкурсы с ценными призами. В общем, обычное дело для таких мероприятий. На старте продаж в магазине покупатели, оформившие предварительный заказ, смогут приобрести Xbox One из специальной ограниченной серии. В комплекте с каждой такой консолью будет поставляться две игры, Forza Motorsport 5 и FIFA 15. Кроме того, покупатели получат подарок игру Halo Spartan Assault. Рекомендованная розничная стоимость комплекта составит 20 990 рублей. Также на старте продаж каждый желающий сможет приобрести комплект, в который войдут консоль с жестким диском на 500 гигабайт, беспроводной контроллер, гарнитура, HDMI кабель и пробная 40-дневная подписка Xbox Live Gold. Рекомендованная розничная цена 20 990 рублей. Также на старте продаж будет доступен комплект с новым сенсором Kinect. Рекомендованная розничная цена которого составит 27 490 рублей. И другие новости от Microsoft. Корпорация стремится сдержать свои обещания и обеспечить PC игроков контроллерами Xbox One. Еще в июне компания выпустила драйвер для PC, а уже в ноябре она поставит на рынок соответствующий девайс. Контроллер будет полностью идентичен своему аналогу на Xbox One. За исключением кабеля, который получит необходимый для подключения к PC USB-коннектор. Будет ли беспроводная поддержка, пока не ясно. Контроллер можно будет также использовать с Xbox One, если вы оцените кабель. Рекомендованная производителем цена 60 долларов. Новости от Telltale. Первый и второй сезоны The Walking Dead появятся на PlayStation 4 и Xbox One в следующем месяце. А релиз первого сезона The Wolf Among Us намечен на ноябрь. Также в эти месяцы выйдут розничные версии игр для PlayStation 3, PlayStation Vita и Xbox 360. Впервые слухи о том, что игровые сериалы от Telltale выйдут на консолях нового поколения, появились в мае. Осталось подождать месяц-другой. На этой неделе Techland сообщила, что релиз Dying Light состоится раньше запланированного срока. Игра выйдет 27 января на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One. Ранний выход Dying Light ожидался в феврале 2015. Пользователи, которые оформят предзаказ с официального сайта игры, получат в комплекте DLC Be The Zombie. И еще немного боли для PC игроков. На этот раз от Ubisoft. Сборник Assassin's Creed Birth of the New World The American Saga Collection не выйдет на персональных компьютерах, как сообщалось ранее. Он будет доступен лишь на консолях предыдущего поколения. Компания Ubisoft в разговоре с GameSpot отметила, что сообщение о релизе на ПК было всего-навсего ошибкой. Напомним, что в состав сборника войдут Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4 Black Flag и Assassin's Creed Liberation HD. А релиз состоится теперь только на консолях предыдущего поколения 3 октября. Как стало известно, Square Enix выпустит играбельную демку Final Fantasy XV в следующем году для PlayStation 4 и Xbox One. В соответствии с уже удаленным материалом журнала Game Informer, демо-версия будет содержать некоторые вступительные сцены из игры. Текст также содержал упоминание даты выхода Final Fantasy Type-0 HD. Релиз игры Сатаиса 17 марта в Северной Америке. Следовательно, в остальных регионах игра станет доступна день-два спустя. Те пользователи, которые приобретут игру, получат доступ к демке Final Fantasy XV. Студия Guerrilla Games, разработчик Killzone, уже некоторое время работает над неанонсированным проектом. Подробностей о новой игре нет практически никаких, но на этой неделе в сеть просочились первые концепты арты проекта, которые появились на китайском форуме A9WG. Информации об игре, которая носит рабочее название Horizon, пока нет. Судя по апрельским вакансиям Guerrilla Games, в игре могут появиться социальные функции. Тогда студия искала для разработки неанонсированного социально ориентированного проекта сотрудников, знакомых с технологиями микротранзакций. Еще Guerrilla Games выпустила три новые карты для мультиплеера Killzone Shadow Fall. Их можно скачать прямиком из PlayStation Store. Стоит это добро ровно ничего. Игрокам предлагается соревновательная мультиплеерная карта Статуя, а также две кооперативные карты Башня Атак и Канал. В Steam стала доступна бесплатная DLC для Divinity Original Sin, называемая Медведь и Грабитель. Дополнение содержит улучшения в кооперативных диалогах, которых Лариан достигла путем упорядочения продолжительных дискуссий. Апдейт также добавляет двух новых компаньонов, каждый из которых обладает собственной сюжетной аркой. Лучицу Бердотр и мошенника Вольфграфа. Call of Duty Advanced Warfare получит еще один игровой режим. Наряду с одиночной компанией и мультиплеером, разработчики также прибрегли для нас кооператив. Что он из себя представляет, мы узнаем уже в ближайшие недели или даже дни. Крайне скупой информацией по этому поводу подразнился основатель Slash Hammer Games Майкл Кондри, отвечая на вопрос пользователя о каких-либо намеках на кооператив. «Новости появятся в этом месяце», — сказал Кондри. Он также добавил, что по этому поводу будет выпущен трейлер, который, как он считает, крут. From Software начала рассылать инвайты на альфа-тестирование Bloodborne. Их получают те пользователи PSN, которые заработали платину хотя бы в одной из предыдущих игр серии Souls. Судя по сообщениям от пользователей инвайтов, само приглашение еще не гарантирует участие в эксклюзивном альфа-тестировании Bloodborne. Пока что инвайты рассылаются лишь в европейском регионе. Оригинальная Borderlands окончательно покинула отключенные сервера GameSpy и переехала на Steamworks. Это означает, что вы вновь сможете насладиться полюбившимся кооперативом. Разработчики поделились радостной новостью на форумах Steam, объявив, что миграция игры полностью завершена. Самое время вспомнить, с чего же все начиналось в преддверии выхода Borderlands The Pre-Sequel. На этой неделе компания Бука выступила с двумя новостями. Во-первых, именно она выпустит Rise Son of Rome на территории России и СНГ. Игра выйдет 10 октября 2014 года для PC на физическом носителе по цене 699 рублей полностью на русском языке. Кроме того, Бука с нескрываемой радостью сообщила, что квест «Петька и Василий Иванович спасают галактику» стал доступен на устройствах под управлением Android. Даже не смейтесь, это вроде как классика российского игропрома. Напоминаем, что этой игре уже больше 15 лет. «Петька и Василий Иванович спасают галактику» будет распространяться по условно-бесплатной модели. Вы сможете попробовать игру бесплатно, а потом разблокировать полную версию. В первую неделю после выхода действует специальная цена – 99 рублей. Впоследствии цена на полную версию игры составит 129 рублей. 23 сентября на PC PlayStation 4 и Xbox One выйдет вторая часть популярного Tower Defense Defense Grid. Что мы можем о ней рассказать? Ну, это Tower Defense. Если вы любите этот жанр, если вы любите этот жанр, то Defense Grid 2 вас наверняка заинтересует. В игре есть компания, состоящая из 21 карты, а также многопользовательский режим, как соревновательный, так и кооперативный. Кроме того, с игрой вроде как должен поставляться редактор уровней, а все творения, созданные пользователями, можно будет отыскать в Steam Workshop. 24 сентября должен состояться релиз третьего и последнего загружаемого дополнения для Dark Souls 2. Называется оно Crown of the Iverking. По словам разработчиков, аддон должен стать самым сложным за всю историю серии. Игроки отправятся в новые заснеженные локации. Мороз и метель будут мешать герою передвигаться и буквально ослеплять его. Кроме того, в дополнение появится новый элемент механики, так называемые последователи. Это контролируемые искусственным интеллектом персонажи, которые будут помогать игрокам в схватках с боссами. Чем больше у вас последователей, тем проще вам придется в финальном сражении. Еще раз повторим дату релиза. 24 сентября. 25 сентября в Европе выйдет 22 по счету игра в серии FIFA. FIFA 15. Как обычно, в игре появилась целая куча мелких и не очень мелких нововведений. Это вроде как улучшенная физика поведения мяча, эмоции у футболистов, детализированные трибуны. В общем, всего понемногу. Еще разработчики переработали систему поведения вратарей, которых они теперь называют не иначе, как вратарями нового поколения. По заверениям Electronic Arts, теперь поведение голкиперов будет намного больше походить на то, что вы можете увидеть в реальной жизни. Есть и другие нововведения. Касающиеся управления командами и лик. Короче говоря, их много. FIFA 15, как обычно, выйдет на целой куче самых разных платформ. Начиная от консолей старого поколения и заканчивая консолями нового поколения и персональными компьютерами. Уже завтра, 20 сентября, исполняется 10 лет одной из лучших игр от Relic Entertainment. Разумеется, мы говорим о Warhammer 40 000 Dawn of War. О самой первой Dawn of War. Подумать только, сколько же это времени прошло? Dawn of War была далеко не первой компьютерной игрой по мотивам оригинальной вселенной. Но именно она привлекла к ней огромное количество людей, которые никогда раньше и не слышали о каком-то там Вархаммере. Наверное, большую роль в этом сыграл вступительный ролик. Само собой, баланс из настолки в игре, мягко говоря, не соблюдался. Зато она была чудовищно эпичной. И дело здесь даже не в одиночной кампании, которая, по правде говоря, была довольно средненькой. Каждое мультиплеерное сражение в Dawn of War это просто песня пафоса и превозмогания. Если в игре кто-то стрелял, то обязательно стеной свинца. Если вы строили танк, то этот танк лупил повсюду с особенным смаком и грохотом. Если кто-то умирал или шел в атаку, то он дико орал, выкрикивая всякие пафосные штуки. Содержание, само собой, зависело от расы. Релик очень умело передавала дух и атмосферу вселенной Вархаммера. С этим не поспоришь. В первой Dawn of War, в отличие от ее продолжения, огромная роль отводилась строительству базы. Еще одна деталь, которая отличала ее от многих других стратегий того времени. Лимиты на количество отрядов пехоты и единиц техники. Некоторым это жутко не нравилось. Помнится, был даже специальный мод, который эти лимиты убирал. Разумеется, вместе с балансом. Впрочем, уже в сражениях 2 на 2, количество юнитов вполне могло заполнить весь экран. С релизом последнего дона под названием Soulstorm, в игре можно было насчитать аж 9 уникальных рас. Конечно, баланс к этому времени был уже так себе. Особые ценители до сих пор продолжают играть в Winter Assault. Ну или в крайнем случае в Dark Crusade. В любом случае, сегодня некогда полные сервера Dawn of War совсем опустили. А жаль. Однако, эта игра все равно стоит того, чтобы с ней познакомиться, если вы этого в свое время не сделали. Мы продолжаем рассматривать наиболее интересные записи в блогах наших пользователей. Начнем с пользователя под ником HobbsNerivar и его постов о старых, но классных квестах. В этот раз мы предлагаем вам прочесть о Full Throttle и Grim Fandango. И только не говорите, что эти названия вам не знакомы. Ссылки вы найдете в описании дайджеста. Пользователь Bird of Hermes заполнил любопытную подборку успешных сиквелов популярных игр. Все мы знаем, что сиквелы очень часто оказываются хуже оригинала. Очень часто, но не всегда. Примеры таких успешных сиквелов вы найдете в блоге Bird of Hermes. Ссылка все там же, в описании дайджеста. Ну и напоследок мы предлагаем вам взглянуть на самые интересные материалы от нашей редакции. С прошедшей пятницы на Playground.ru появилась парочка новых рецензий. Это, во-первых, рецензия на масштабную стратегию Planetary Annihilation. И, во-вторых, рецензия на новую игру Тима Шефера, Hack'n'Slash. Кроме того, мы завершаем наш цикл интервью с разработчиками стратегии Stronghold Crusader 2. Можете послушать, что он говорит перед релизом своей игры. И последняя новость. В это воскресенье в 20 часов по московскому времени на нашем основном канале в YouTube состоится стрим Counter-Strike Global Offensive. Заходите, смотрите и подписывайтесь на обновления. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru!